Когда человек пытается что-то понять, он обращается, он использует свой язык. Вот математики и физики стали глядеть по сторонам. Вот какую математику тут использовать? И в частности, Джон Фойному то же самое. Он поглядел, поглядел по сторонам, обратил, что, ну так вот, модно и, в общем, довольно элегантно математически вот использовать вот этот язык гильбертовых пространств. Это вот такая линеаризация. В принципе, решение нелинейно-эфференциального уравнения есть это индивидуальности. И вот разные течения воды, например, они имеют невидимую структуру, такую математическую. Вот, скажем, они обладают вот конформной метрикой, которую, вот, может быть, вы слышали этот термин в передачах, связанных с общей теорией относительности. Вот. Но это очень трудно заметить. И не все это видят. А вот решения линейных уравнений в этом смысле все одинаковы. Все одинаковы. Там нет индивидуальностей. Поэтому им можно дать номер, вот, лагерный номер. Называется нормы в математике. И все. И вот ужас этой ситуации, как все концлагеря одинаковы, так и все, как математики говорят, все гильбертовы пространства изоморфом. И поэтому, если пытаться описывать воду там или плазму, это будет один и тот же концлагерь. Ну, вот это простое такое обращение в повседневную жизнь показывает, почему этот язык, вот, гильбертовых пространств и линейных топологических пространств, он здесь никак не годится и нужен новый язык. Ну, вот, вот.